Первым пунктом визита стала городская больница. Здесь главный врач рассказал о структуре здравоохранения, проделанном ремонте и планах. Не обошел стороной Тагир Гизатуллин проблемы, которые решить без господдержки, будут затруднительно. Здание имеет историческое значение. Это первое здание нашей больницы, по-другому городской, в 64-м году и никогда с тех пор капитального ремонта здесь не было. Не спасает даже косметический ремонт. То, что проблема назрела, видно и невооруженным взглядом. Одна из пациенток второго терапевтического отделения, 96-летняя Мария Егоровна, которую навестил первый заместитель премьер-министра, говорит об этом, не сдерживая эмоций. Главный врач требует от города, чтобы вам отремонтировали эту маленькую нашу старую больницу. Здесь ведь руки можно покалечить. Андрей Назаров осмотрел ряд других отделений и зданий больничного городка, в том числе и женскую консультацию. Согласился, что обновления действительно необходимы. Наша основная задача – это демографический рост, изучение населения. Поэтому наша задача – помогать нашим женщинам рожать детей, а наша задача – все остальные условия создавать. Это где-то в них сомнение, что в ближайшее время мы будем все это устранять и создавать здесь соответствующие современные требования и условия. От вопросов здравоохранения перешли к развитию спорта. В рамках рабочей поездки Андрей Назаров посетил стадион, где ведется реконструкция легкоатлетического манежа. Гость остался впечатлен и есть от чего. На сегодняшний день такой манеж с виражами, первый в республике. Это единственный манеж у нас в республике. Так же, как даже нефтекамский стадион, в городе с резиновым покрытием. Нефтекамск славится своими спортивными достижениями. А современный манеж поможет вырастить еще больше чемпионов, уверен первый заместитель премьера-министра. Такие послания Андрей Назаров оставил в книге почетных гостей стадиона. Не менее важная тема – развитие производства в городе. Андрей Назаров посетил предприятие из-за термических конструкций, ставшее первым в городе резидентом ТОСЭР. Из легких стальных конструкций, выпускаемых на предприятии, строятся быстровозводимые здания любого назначения. Завод единственный в республике, где производство полностью автоматизировано, а стоимость и сроки возведения зданий снижены. Соответственно, перспективы развития хорошие. Нам, например, нужно 10 миллионов квадратных метров панелей для того объема строительства, который у нас есть на 5 лет. Соответственно, мы это знаем. У нас под это есть бюджет. Трехлетний уже принят, потом, соответственно, еще будет принят трехлетний бюджет. Мы себе понимаем тот объем, который у нас уже есть. Вернее, который нам необходим. Под это есть деньги. Соответственно, мы этот объем говорим, сколько вам нужно произвести. Вы себе спланировали это. Соответственно, с поставщиками вы тоже самый этот объем им назвали. И вы также к ним приходите. Сколько стоит металл? Тысячу рублей. Вы говорите, вот я вам даю 600 рублей, зато на 5 лет гарантии вот такого объема. Они, естественно, соглашаются. И так мы приходим к нужной цене. И все друг друга загрузили. Мы не дергаемся, не ищем по всему миру эти панели. Вы не дергаетесь, куда продать. Оценил первый заместитель премьер-министра темпы производства и развития завода искусственных кож. Какую продукцию выпускают, какие объемы заказов поступают. А также условия труда, организацию работы по повышению эффективности и взаимодействия административного корпуса с работниками. В ходе рабочей поездки Андрей Назаров посетил организованные площадки для раздельного сбора мусора и новый арт-объект на улице Ленина. Внес свою лепту в его оформление. Итоги экскурсии по городу были подведены на совещании в администрации Нефтекамска. Общее впечатление позитивное. Город активный, деловой. Видно, что здесь живут люди, которые могут и хотят работать. При этом были отмечены некоторые нюансы и сложности, на которые стоит обратить особое внимание. Но детальный разбор всех этих моментов происходил уже за закрытыми дверями. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей. Марина Медвинская, Валерий Зазулин.